Рассмотрим вопрос целостности сообщения и установления подлинности сообщения. Ну, как вы помните, что у нас безопасность охватывает три основных элемента – это конфиденциальность, целостность и работоспособность. И вот, собственно, цель этой лекции – рассмотреть обеспечение целостности сообщения. Собственно, криптография у нас обеспечивает конфиденциальность сообщения, но целостность сообщения она не обеспечивает. А целостность нам очень часто нужна, то есть даже очень часто нам нужна не столько секретность или конфиденциальность, как поддержка целостности, неизменности данных. Ну и кроме того, нам нужно подтверждать, что это наши данные. Итак, один из способов сохранения целостности – это сделать подпись личную, аналог электронной личной подписи или аналог отпечатка пальцев – фингерпринт. отпечаток пальца генерится по содержимому документа, по английски «фингерпринт», как вы помните, это не просто отпечаток пальца, это отпечаток любой системы, то есть любые данные, связанные с чем-то. Мы будем рассматривать отпечаток пальца в том виде, что у нас есть сообщение и есть некий дайджест сообщения, то есть некая его укороченная версия, по которой можно потом сопоставлять все сообщения. Собственно, вот у нас наш документ. Это наш текст. нам его нужно передать, скажем, Алиса Бобу передает, но нужно нам добиться, чтобы сообщение было неизменяемое, целостное. И вот для этого используется, собственно, хэш-функция, то есть сообщение любого размера преобразуется в достаточно короткую, ну скажем, от 6.4 до 512 байт. Некие данные, которые получаются с помощью хэш-функции. Вот это хэш-сообщение. Ну и из хэш-сообщения формируется дайджест сообщения, ну, каким-то образом. Документ, собственно, порождает эту хэш-функцию, не хэш-функцию, хэш-хэш-документа с помощью хэш-функции, и они непосредственно связаны между собой. Мы можем послать отдельно само сообщение и отдельно дайджест. Ну тут вот следующая проблема у нас возникает, что если мы посылаем сообщение и дайджест по открытому каналу, то Ева перехватывает это сообщение и может подменить обе части, то есть целостности мы не добьемся. Нам для обеспечения целостности нужно сообщение можно посылать и по открытому каналу, а вот для дайджеста нужно выбрать какой-то защищенный канал. И только после этого мы можем гарантированно обеспечить целостность сообщения, то есть дайджест должен быть защищен от изменений. Для того, чтобы проверить целостность, мы должны... вот нам пришло сообщение, сообщение некоторым дайджестом, и мы вот это сообщение получили, и дайджест получили. Теперь мы с помощью функции, естественно, известно, получаем дайджест и сравниваем их как штрих, равно ли а штрих, равен ли аш. Если дайджесты равны, тогда сообщение целостностное сообщение не изменено. Если же дайджесты отличаются, то целостность сообщения нарушена. И вот эта схема сообщения, хэш-функция дайджест, и дальше мы проверяем дайджест, полученный каким-то другим путем из сообщения, получателем, например, сравнивается с дайджестом, полученным, присланным, нам присланным дайджестом. Если они совпадают, то сообщение не изменено, если они не совпадают, то сообщение изменено. Вот таким образом мы можем контролировать целостность сообщения. Субтитры создавал DimaTorzok